Только установилась хорошая погода и работники новополоской спецавтобазы тут же приступили к зеленицерной компании. В этом году местные зеленестройщики будут удивлять. В городском парке недалеко от детского городка уже разбит оазис и стуй. Высадка растений не хаотичная в форме лабиринта. Буквально несколько сезонов и детвора сможет колесить между его рядов. На создание фигуры ушло порядка 1100 акустиков, которые закупили полоского лесхоза. Неужели высадят только туи? У нас, если посмотреть внимательно, гораздо больше идет процент высадки древесно-кустарниковой растительности других пород, чем туи. Туя по-своему считается благородным деревом, кустарником. И на нее больше цепляется глаз, и это кажется. Но что является абсолютно не так, потому что последние годы, скажем так сказать, деревом нашего города является липа. Сложно не согласиться. В районе Калининского моста возле заправки недавно высадили липовую аллею. Саженцы прямиком из питомника спецавтобазы. А вот по соседству с ними решили поселить туи. Не в рамках программы озеленения, а как часть компенсационных мероприятий. Здесь недавно удалили старые деревья. И опять же, высадка продуманная и с изюминкой. Зеленостройщики сформируют треугольник и волну из туи, как украшение кусты спирея. И это не единственные планы по озеленению городских территорий. Главное, чтобы хватило финансов. Хочется, чтобы финансирование было постоянным, так сказать, ритмичным. И от этого, конечно, зависит работа именно, скажем, в такие пиковые времена, которые являются для нас весна и осень. Это уже когда будем надеяться, что, так сказать, деньги, которые заложены в бюджете города, которые выделены в качестве компенсации, так сказать, ну, сыграют свою положительную роль. Независимо от финансов, Новополск точно будет утопать в цветах. В нынешнем сезоне работники спецавтобазы вырастили более 100 тысяч цветочных саженцев. Это на порядок больше, чем в прошлом году. На клумбах города в скорости появятся бархатцы, петунии, георгины. Однолетние растения будут радовать горжан до поздней осени. Первый примерит на себя цветочный наряд – площадь строителей. Здесь планируют высадить виолы, преобразиться и дендропарк. Там очень много многолетников, поэтому розы выкапывать точно не будем. Но там много тюльпанов, которые тоже порадуют нас своим цветением в скором времени. Там много нарциссов. Ну и, естественно, добавим потом и однолетники, чтобы порадовать население цветным ковром. Первые результаты работы по озеленению горожане уже могут видеть. В Новополске с начала года высажено 1600 древесно-кустарниковой растительности. К 9 мая на центральных клумбах появятся цветы. Не обойдется в этом году без сюрпризов. Вернется бабочка по просьбам трудящихся и жителей города. Ну, а остальные секреты раскрывать не будем, пускай и население увидит их летом. В меру возможностей хотим, чтобы город стал более ярким, более цветущим.